Областную конференцию Организация комплексной психолого-педагогической помощи детям с аутистическими нарушениями принимал Брестский государственный университет имени Пушкина. Задачу, которую ставили перед собой организаторы, собрать в одном зале всех тех, кто занят в решении проблем социальной адаптации таких ребят на разных этапах жизни. Как вести себя маме, которая узнала о страшном диагнозе своего ребенка? Где можно получить необходимую помощь? И что лежит в основе комплексной реабилитации? Это смогли обсудить в рамках большого открытого диалога его участники. Нам очень важно собираться специалистам, родителям, для того, чтобы совместными усилиями вырабатывать некие новые, возможно, подходы к решению проблемы, подходы к социализации этих детей. Конечно, говорить о том, что родитель в одиночку сможет заботиться о своем особенном ребенке, довольно сложно. Брестский государственный университет имени Пушкина как раз таки является той базой, где проходит комплексную подготовку будущие психологи и социальные работники региона. Те, кто примет особенных детей в различных учреждениях. На факультетах постоянно ведутся многочисленные разработки новых форм работы с особенными детьми. Возьмем, например, психолога будущего, который будет работать в учреждении образования, в школе или в дошкольном учреждении. С учетом того, что сейчас набирают силу инклюзивные тенденции, то есть дети с особенностями развития придут в обычные учреждения, в школу и детский сад в нашей стране, это значит, что любой психолог, работающий в учреждении образования, рано или поздно вынужден будет работать с такими детьми. Поэтому наша задача подготовить не только специалистов, например, дефектолога, логопеда для работы специально с детьми с особенностями психофизического развития, но и подготовить специалиста общего профиля, психолога, педагога, психолога в школе. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый сотый взрослый и каждый 88-й ребенок на планете имеют расстройство аутистического спектра. Цифра внушительная. Однако это не говорит о том, что счастливая жизнь у человека, страдающего этим недугом, завершилась даже не начавшись. Мир аутист воспринимает сильнее других людей. Для него он заполнен внутренними ощущениями, привлекательность которых намного выше тех, что окружают его в реальности. Поэтому задача взрослых, окружая такого человека заботой и любовью, сформировать у него особое отношение к миру, научить выживать в непростых современных реалиях. Для этого создаются и работают специальные мастерские. Ремесленная цеха, в которых люди, имеющие разную инвалидность, могут реализовываться. Кроме того, совершенствуется и инклюзивное творчество. Одно из наиболее успешных видов социальной адаптации через искусство. Например, театр, когда на одной сцене и больные, и здоровые дети. Мы шукаем, у нас дуточку веснянку скрали. Что? Не эту жародейную? Вы что, без ежиасстанина дыти? Я ушел, правда. А сей ухтушку притворился. Ну и справа. Что робить будем? Я ныне хай до дядюшки у поляны идут. Слушай, а мы попробуем злой девочекать. Не-не, мы с вами. Мы до дядюшки без дуточки не пойдем. Здесь очень важно, чем раньше обратиться к специалистам, чем раньше поставили диагноз, чем раньше началась коррекционно-педагогическая помощь этому ребеночку, тем больше будет эффект и больше будет динамика развития у такого ребеночка. Конечно, мамы, как мамы, они очень любят своих деток, они очень стараются. Их интересует все. Леонардо да Винчи, Вольфганг Амадей Моцарт, Джейн Остин, Альберт Эйнштейн – всех этих гениальных людей объединяет не только удивительный талант. К сожалению, несмотря на разные эпохи расстояния между странами, они жили с диагнозом аутизм. Поэтому задача современных психологов, врачей, родителей, столкнувшихся лицом к лицу с этой бедой – не дать этим детям быть оставленными. Грамотная социализация и настоящая человеческая любовь порой рождают настоящие чудеса. Очень много делается и в нашем белорусском законодательстве. У нас в республике сделан огромный шаг к переходу к инклюзивному образованию. Что такое инклюзия? Это значит, что все дети, независимо от их особенностей, имеют право обучаться в общеобразовательных классах школ, в общеобразовательных группах детских садов и получать точно такое же образование наравне со своими здоровыми сверстниками. Есть у нас понятие, должность воспитатель, либо воспитатель дошкольного образования. И вот воспитатель в школе – это педагог, воспитатель дошкольного образования в детском саду – это тот человек, который сопровождает ребенка с аутизмом в составе общеобразовательной группы. И хочу сказать, что у нас в области уже эти процессы успешно развиваются. У нас более 20 сопровождающих уже работают совместно с ребятами с аутизмом.